Перебравшись из Парижа в Прованс, Ван Гук сразу же настраивает свою палитру на яркие, сочные и знойные тона юга. Да и его манера письма утрачивает характерные для импрессионизма и постимпрессионизма черты, которые уступают место более четкой, точной проработке фона, более обширному и очерченному цветовому пространству. Остается и никогда не покинет живопись Ван Гога вдохновение, подчеркнутое из природы, привычка работать на полинель. Субтитры создавал DimaTorzok Поиски в области света и света следуют теперь новому образцу. Вернее, обнаруженному давно, но только сейчас получившему первостепенное значение. Японская живопись Хиросиги и Хакусай. Субтитры создавал DimaTorzok Это место, пишет Ван Гог, кажется мне таким же прекрасным, как Япония, из-за прозрачности воздуха и жизнерадостности красок. К данному образцу восходят также многочисленные варианты моста Лан-Луа. Это, пожалуй, счастливый момент в творчестве Винсента. Он пишет сестре, сегодня моя палитра богата красками, небесно-голубой, розовый, оранжевый, алый. Брат он признается следующим. Мне кажется, почти невозможно вернуться работать в Париж, если там не будет своего укромного угла, чтобы уединиться, обрести спокойствие и веру в себя. Субтитры создавал DimaTorzok В этот период Ван Гог просит Тео прислать ему акварельные краски. Я попросил акварель потому, что мне хочется сделать перьевые рисунки, а затем раскрасить их красками, наподобие японских гравюр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok